Всем привет! Я думаю, что с большинством... Я старательно смотрел видео-трансляцию, я понял, что я большую часть из вас не знаю, и вы, скорее всего, никогда меня не видели. Вот поэтому воспримем этот рассказ как некую абстракцию, такую зарисовку о жизни в Омске в конце 90-х и начале нулевых. Собственно, про что это и будет. Я посмотрел выступления Дениса и Коли, сейчас как раз перерывчики Дениса еще тоже посмотрел. У них был очень интересный акцент, особенно у Коли ближе к текущей профессиональной деятельности. У меня, с одной стороны, послужной путь еще не такой большой, а с другой стороны, я решил залезть намного глубже. То есть я реально буду рассказывать про детство, про отрочество и юность, как есть в докладе, и где-нибудь отсекуть к году к 2012, к тому моменту, как я уже как-то более-менее стабилизировался. И вот об этом процессе стабилизации я и буду рассказывать. Давайте немножко познакомимся. Меня зовут Алексей. Я попытался коротко про себя написать, что я люблю, что я не люблю, и мне кажется, это меня хорошо должно охарактеризовать. Супер свежая фотография. Я пытаюсь отправить соседям снизу маленький цветочек. Они мне попросили, вот на первом этаже я еду к ним с цветочком и дарю его. Я люблю цветочки, я люблю мертвые языки и всякую-всякую лингвистику, там древний русский, древний английский и так далее, потому что с русским и английским мне не очень. Я люблю очень покушать. Сейчас у нас белые ночи в Питере, и это просто вот разгул для шавермы и прочих-прочих таких вот прелестей, и торгуют на каждом углу. Все прекрасно. Лето в Питере тоже очень шикарное. Вот я не могу понять, у нас белая ночь не прекращается просто непрерывно. Я специально затенил окна, потому что белесый свет начинает меня уже выводить из себя. Я люблю думать об эломе. Это одна из причин, почему я здесь. То есть я, конечно, уже 7 лет назад переехал из Омска, но периодически как-то возвращаюсь к старым знакомым. Ну, не в смысле возраста, конечно. А в смысле, что мы уже давно друг друга знаем. Я люблю очень гулять, и часто, когда я приезжаю в Омск, я обязательно прохожу красный путь. Если вы еще не проходили никогда красный путь целиком, обязательно это сделайте. Я люблю внимание аудитории, и это та причина, по которой вы сейчас выведены на экран. То есть я очень не люблю вещать в пустоту. Это очень тяжело. Из-за все эти ивенты, которые сейчас были во время пандемии. Вот самый криповый тип ивента был, это когда ты сидишь и смотришь в зуме, ты, короче, один, тебе кто-то пишет, и кто-то смотрит трансляцию. В такой момент ты думаешь, зачем это вообще все. Я очень не люблю электросамокаты. Мне друзья сказали, что в Омске это еще не такая большая проблема. В Петербурге в этом году невозможно ходить по тротуарам, и они тебя все время пытаются сбить. Еще хуже, если на электросамокате едет кто-то с собакой, и собака прямо на тебя выпрыгивает. Или просто собака бежит за электросамокатчиком, и ее пытается электросамокатчик задушить. В общем, я, как вы понимаете, обуреваем некоторыми страстями. Я не люблю токсичных людей. Наверное, по мере работы в IT я встречался с двумя типами программистов, которые исповедуют, знаете, такую русскую токсичность, брутальность, прямой диалог. И я сам был тоже таким. Но постепенно, наверное, все больше и больше, работая с фальшивыми западными улыбками, я сам ими проникся, немножечко поверил в них. И поэтому к этой точке в своей жизни я больше предпочитаю, наверное, такой более мягкий стиль коммуникации. Это тоже как-то меня характеризует в определенном образе. Ну и, конечно, я очень люблю застрять в лифте. Собственно, вот эта вот фотография сделана была за несколько моментов до того, как я застрял в лифте в своем доме. Поэтому я решил ее сегодня поставить. Ну что ж, я думаю, мы немножко познакомились. Не так важно, чем я сейчас занимаюсь. Скорее, важно, почему я оказался сегодня здесь и почему я вам об этом рассказываю. Преамбула, значит, преистория, которую я хотел рассказать. Однажды, году так это в 99-м или 2000-м, я даже не помню, что это. В общем, возможно, даже Путин еще не был президентом. Один мой друг, у меня был сосед сверху, я жил на восьмом этаже, он жил на девятом. Я имел обыкновение иногда даже стучать шваброй ему в потолок и таким образом звать на улицу. Потом у нас появились городские телефоны, и я звонил ему на телефон и говорил там, пойдем погуляем. И вот какое-то одно прекрасное осеннее, что ли, утро. Он сказал, что вот в субботу он гулять не пойдет. У нас была пятидневка, то есть мы не учились по субботам. Он сказал, что он сидит и делает какие-то математические задачи про фальшивые монеты и каких-то еще графов всю субботу. То есть он не выйдет гулять даже вечером. В общем, во всем этом необходимо было разобраться. Я пришел к нему в гости, мы полистали вместе тетрадки, он мне объяснил, что он там делает. Я такой, ну как-то нужно к этому всему присоединиться, потому что не с кем играть во дворе, буду ходить хотя бы туда же, куда и он. Через какое-то время я во все это дело попал и завертелось. В общем, это преамбула. На самом деле я был таким достаточно типовым ребенком в Омске 90-х. Вот это ностальгическая фотография Любинского проспекта какого-то 94-95 года, когда автомобили были с прямыми задами и передами, когда женщины еще ходили с кудрявыми прическами. Вот это вот все. И автобусы были такие маленькие, прекрасные, немножко ржавые. Соответственно, был хороший вопрос, чем заниматься. Омск в тот момент еще сохранял в своей, скажем так, детской сфере, детской культуре какие-то следы советского образования, как я понимаю. То есть постепенно, медленно все деградировало. Но в Омске, в сравнении с другими городами, это все сохранялось еще в течение какого-то времени. И вот, например, одним из вариантов, чем, например, было заняться мне в условном 97-м году или 99-м, это было, например, пойти в какой-нибудь кружок, который был сделан еще где-нибудь в Советском Союзе, где еще отживавшие свои какие-нибудь тренера или, как это называется, спортивные мастера пытались что-то доброе и разумное вечно нести детям за очень нищенские зарплаты. И у них хорошо получалось. Например, в частности, я ходил в судомодельный кружок. И вообще вот весь мой рассказ сегодня будет построен в таком стиле. Я буду рассказывать случайные факты своей жизни и маленький вывод, как у меня повлиял. Какой-то особой связанности в моем рассказе не ждите. То есть я просто думал, как это должно быть, и не нашел какую-то цельную форму. Это будет некая байка и некоторый интересный вывод, который как-то повлиял на становление. Может быть, кому-то у вас, у кого-то уже есть дети, у кого-то еще обязательно будут они. Может быть, он как-то вам поможет в плане того, как вы планируете. Их жизнь. Или, может быть, даже еще свою, если вы достаточно молоды. Может быть, эти вещи будут как-то вам полезны. Собственно, судомодельный спорт это была такая штука. Первую неделю ты делаешь маленький корабль. Вот такой деревянный, контурный. Модель резиномоторная она называлась. Вот она управлялась, она делалась реально быстро и управлялась очень просто. Потом делали более сложную поделку уже изделия какую-то, подводную лодку. А вот на третьем этапе ты выбирал себе чертеж. То есть там реально был большой чертеж какого-то корабля, какой-то серьезной модели. На его изготовление уходило, при том, что ты тратил где-то три раза в неделю по два часа, около года или двух. Достаточно суровое испытание, если тебе 10 лет, достаточно суровый проект. И вот, наверное, у меня самым первым большим и самым сложным проектом это было изготовление, нет фотографий, не сохранилось это судно, чертежа некоторого там польского минного тральщика. Я не знаю, почему я его выбрал, мне понравилось слово «польский». Но, в общем, я с ним мучился практически полтора года. Это доехало до соревнований, это плавало. И в ходе вот этого всего пришлось освоить практически всю рабочую специальность. Ходил я в дют имени Гагарина на рабочих. И этот, насколько я понимаю, даже судомодельный кружок там существует до сих пор. Достаточно уникальная штука, что в Омске было и, наверное, есть до сих пор какое-то количество таких кружков. В Петербурге, в частности, там есть тоже всего один или два судомодельных кружка, которые еще остались в таких советских времен и тоже как-то существуют. То есть это в целом такие вещи, модельный спорт, он действительно есть. И он очень сильно строит детские мозги и руки. Это вот такая первая история. Мой первый большой проект, который, в общем-то, был успешным. За счетом того, что на соревнованиях он потерял винты и тут же начал тонуть. Ну, пришлось лезть в озеро в нефтяниках, мы запускались в нефтяниках, и доставать от корабль. Больше он не плавал. Но, тем не менее, как бы руповский подход, он немножечко помог. Идем дальше. Еще была такая альтернатива. То есть мне, например, нравилась история. Я такой, ну, надо, наверное, стать археологом и выкопать все древности на свете и так далее. Но мне очень повезло. У меня были знакомые знакомых археологи, которые один раз со мной меня взяли на раскопки. Я узнал, что такое жизнь, особенно в конце 90-х, да, может быть, сейчас она не сильно отличается, профессионального историка-археолога, который имеет отношение к чему-то, работает, скажем так, руками в поле. Это изнурительная жара, комары, отсутствие туалетов. Туалетов – это невероятный физический, в первую очередь, условие, а, во-вторых, невероятный объем работы, который нужно приложить к тому, чтобы ничего не найти чаще всего. То есть в 99% случаев ты ничего не находишь. И это реальная полевая, скажем так, история, полевая работа. Мне удалось на это посмотреть очень рано и, скажем так, свернуть не туда. Поэтому я тут для себя могу сделать только такой вывод. Старайтесь как можно раньше, и вот у вас есть какое-то желание или впечатление о какой-то некой будущей, сверкающей работе, получить максимально короткое, но максимально глубокое погружение в эту работу. Я к этому еще вернусь в конце доклада, относительно уже своей карьеры, скажем так, в IT. Еще была отличная альтернатива – это компьютерные игры. Блин, уже в конце 90-х были замечательные игры, такие как «Первая цивилизация», какие-то «Вторые герои». Первый «Старкрафт» – это вещи, которые, во-первых, как вы понимаете, все так или иначе стратегии, они сжирали уйму времени. Благословены были те дети, которые выбирали в качестве игр гоночки. Я до сих пор завидую тем людям, которые тащатся от гоночек или стрелялок. Это такие короткие игрушки по сравнению со стратегиями. Возможно, если у меня появился компьютер в 97-м году, я думаю, что я бы не попал в ту ситуацию, в которой я нахожусь, и не стал тем, кем я стал. Просто просадил бы все мозги на компьютерные игрушки. Благо у меня он появился аж в 2003-м году, когда уже мозги немножечко созрели. И тут очень интересный вопрос. То есть многие молодые родители для себя решают, как быстро допускать, например, ребенка к планшету, к играм и так далее. Мне кажется, что надо максимально поздно, хотя бы к тому моменту, когда человек способен сам как-то научиться хотя бы выбирать между 7-минутной обезьянкой наслаждения и чем-то еще. Соответственно, мне приходилось ходить в игры и играть к моему товарищу. Я ходил к нему, играл, и это всегда было очень круто лимитировано, потому что ему надоедало больше часа смотреть, как я во все играю, и он меня потихоньку выгонял. В общем, опять же, была прекрасная кооперация в конце 90-х ходить всем в гости к тем, у кого компьютеры. Поверьте, мы за этим компьютером занимались не совместным программированием, мы просто совместно гаммали. Однако вот это вот гаммание самое смешное, оно до сих пор даже занимает у меня какую-то часть жизни. Вот, я не знаю, положа руку на сердце, вот ребята, которым за 30, да, вы до сих пор кто-нибудь есть, кто до сих пор во что-то гаммает, особенно такое продолжительное. Я, к сожалению, не могу увидеть там ваших поднятых рук, у меня мелковатая картинка, поэтому я не буду вас так опрашивать, да, я просто поделюсь. И мне до сих пор иногда нужно делать выбор, да, там, пойти погулять или по гаммать. Пойти, там, не знаю, сделать что-то полезное по дому или по гаммать. Иногда я даже не иду играть, например, с ребенком, а гамму. Это не значит, что я какой-то игроман, это обычно периоды случаются, они напоминают чем-то, что-то вроде запоя, знаете, такого. Происходит неделя в моей жизни, когда я хочу просто вот во что-то поиграть. После этого, когда из этого всего вылазишь, это равноценно тоже к какому-то такому выходу из запоя, то есть я это так оцениваю, что выходишь из этого, такой, лучше бы этой недели не было. Но все равно через какой-то период, там, через месяц или через год бывает, например, что год я не играл, например, ни в какие компьютерные игры, видно, 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 стало лучше аудиторию, да. Я все равно к этому так или иначе возвращаюсь. Тут хороший интересный момент, что мозги, с одной стороны, расслаблять нужно, с другой стороны, относительно компьютерных игр, можно испробовать разные стратегии. То есть если вы осознаете это как некое зло, которое вас разрушает, то, конечно, нужно пытаться с этим очень сильно бороться. Если вы научились с этой дурной или пагубной привычкой жить в некотором симбиозе, она вас определенным образом подзаряжает. Например, не гаммую за месяц до релиза, но первые несколько дней после релиза я гаммую, я скажу честно, вечерами просто потому, что нужно сбросить какое-то такое нервное релизное напряжение, в частности, в компьютерную игру. Здесь спорт так сильно не помогает, в частности, как компьютерная игра. Такое вот случайное наблюдение. Альтернативой к компьютерным играм были так называемые игры со сверстниками. Может быть, кто-то помнит такие вещи, как слева желтые кружки назывались, в Омске они назывались чупакепсами, не во всех регионах они так называются. Это замечательные дворовые игры в плиточке, это когда мы отколупывали с панельных домов квадратики, разрушая тем самым инфраструктуру города еще быстрее, и кидали их в ямку. Вот такая была интересная игра. И, конечно же, бегали по гаражам. Омск — это город гаражей, и на гаражах можно было познакомиться с кучей прикольного народа. Я так понимаю, что омские дети до сих пор бегают по гаражам. То есть я видел недавно какой-то видос. Гаражные кооперативы очень большие, и по ним можно туда-сюда перемещаться, скажем так, без потери ног и рук. Ну или с потерей, я не знаю, как на самом деле сейчас это происходит. В общем, я провел на гаражах сопоставимое время с количеством потраченных позже на компьютерные игры. Скажу, что это было очень круто, но, наверное, не очень безопасно. Последний раз на гараже я лазил уже лет в 19. Умудрился порвать себе рубашку, штаны. Это было тоже где-то на рабочих. Я не знаю, зачем я это сделал. Очень с большим удивлением на меня смотрели сотрудники, работники гаражного кооператива. Но мне хотелось по фану последний раз напоследок по этим железным петелькам залезть наверху. Скажу честно, активность хорошая была, и я этому не уделял достаточно должное внимание. То есть мне казалось, что это какой-то буллшит, и надо обязательно заниматься. То есть выбирая между какой-нибудь математикой и играми со сверстниками, я выбирал всегда-всегда математику, условно говоря. Но сейчас я, например, предпочитаю другое. Игры со сверстниками, общение со сверстниками и так далее. Больше, наверное, степени. Поэтому я, кстати, сегодня тоже здесь. У нас вот такое вот с вами онлайн-офлайн общение. Еще одной интересной альтернативой были математические олимпиады. Это, собственно, та история. Собственно, вот этот вот мой сосед сверху. Мы с ним учились в одной школе, и он сходил на пятом, что ли, классе на математическую олимпиаду. Он занял, я не помню, короче, он занял какое-то место выше, я место ниже. И вот его пригласили, собственно, в кружок, который, по-моему, Аня вела. Я не знаю, короче, я не знаю детали организации, их просто не помню, наверное. Я был слишком маленький, и за давностью лет не помню этих деталей. Но суть в том, что он оказался в этом кружке, а потом там стало еще больше кружков. На следующий год я тоже к такому кружку присоединился. Меня тоже с какой-то олимпиадой там позвали. Вот эти вот устные математические олимпиады, которые проходили в Омске. И надо сказать, что олимпиады там 20 лет назад, они не были, как мне кажется, таким крутым социальным лифтом по поступлению, как сейчас. То есть я, на самом деле, не помню, чтобы они несли какие-то прям суперконкурентные преимущества при поступлении, особенно до введения ЕГЭ. И мне кажется, это в большей степени, мой взгляд отсюда, я не задумывался о каких-то конкурентных преимуществах. То есть это была какая-то фановая штука. Дети, типа, участвуют в среднем школьном возрасте в олимпиадке, в олимпиадках приносят какие-то грамоты, их там за это хвалят, дарят кетчупы, я не знаю. Ну что-то, что-то такое. Какие-то мелкие поощрительные призы. И все вроде бы хорошо. Весь вопрос, что есть олимпиада, олимпиадная родина. Ты идешь на какую-нибудь олимпиаду по природоведению, и там просто у тебя есть какая-то некая общая эрудиция, и ты на основе нее выезжаешь. Математические олимпиады – это немножко другая история. То есть на самом деле после какого-то возраста на них невозможно выигрывать практически никому, кто специально не занимается в каких-то кружках. Сразу это было не осознать. Я, например, рад, что я присоединился к математическому кружку, потому что потом на мои, по крайней мере, параллели, класса до 11-го, все призовые места занимали только те, кто занимались в таких кружках. Ну или там на 95% только те, кто в таких кружках занимались. Соответственно, остальные ребята оставались в каком-то смысле за бортом. Это можно сравнить с олимпиадой классической. То есть профессиональные спортсмены, любители там не выигрывают, наверное, с 896 года, с самого начала. Соответственно, мне, такой вот слайдик, мне сказали на одной из таких олимпиад, по-моему, в шестом классе, приходи в воскресную школу. Как себе я, шестиклассник, представлял воскресную школу, что там будет какой-то бородатый батюшка, мы будем разбирать слово Божие, ну что-то вот, в общем, такое будет происходить. Я очень осторожно пошел, было непонятно, что происходит. Я зашел, ну никого в платках на самом деле там не было, сидели люди, они решали какие-то задачи, причем уже много каких-то задач они до этого нарешали. К этому было страшно присоединяться, но буквально через какое-то время стало очень весело. При этом там была очень хорошая рейтинговая система, в нее все упоенно играли, то есть я прям очень помню, что это было прям очень важно. То есть если бы это не было, мы собирались бы, как Зарешки, как Коля сказал, Зарешки на раз сделать, да, то есть такого кого-то энтузиазма у детей без системы поощрений, оно в готовом виде нет. И оно работает и в студенческие еще годы, и даже, возможно, там работает и сейчас, в более взрослом возрасте, в том же виде. И мы в нее очень упоенно играли, пока не оказалось, что у чувака, у которого первое место в рейтинге, у него книжка с задачками, откуда брали преподаватели большую часть тоже задачи, там были, ну, для некоторых задач, скажем так, решения. В этот момент мы перестали доверять рейтинговой системе и перестали где-то в этот момент в нее играться. Оказался такой вот читерский, очень смешной момент. Из полезных вещей, которые там происходили и которые я попробовал очень рано, то есть мы ехали, там были дети со всего города, и частью из них мы ехали со стороны там рабочих и Светлого в центр, в 64-ю школу, где происходили эти кружки. И постепенно в какой-нибудь автобус, я не помню номер, набивались там до пяти человек, которые ехали на этот кружок, и мы вместе в этом автобусе дорешивали задачки и обменивались опытом по мере приближения к занятиям. Иногда мы приезжали даже на полчаса пораньше, просили родителей, нас привезти, или сами уже потом приезжали. И мы на подоконниках в 64-й школе, мы, значит, обменились задачами. При этом простыми задачами мы обменивались легко, сложными задачами, с меньшей степенью дележа, скажем так, обменивались. Были такие задачи, которыми никто не обменивался. То есть, ну, которые, типа, ты выясняешь, что никто ничего не решил, дальше карты, это был такой математический покер, скрываются, и вы обмениваетесь решениями. Но не в смысле списывания, а просили объяснить и разобраться. То есть получалась такая, на самом деле, творческая работа в исследовательских, я бы сказал, даже группах, а иногда уже где-то к концу мы даже делили домашку, ну, скажем так, созванивались по телефону, не было, как бы, голосовых чатов, да, в WhatsApp. И мы обсуждали на телефонах, кому что больше нравится, какую он задачу возьмет. И при этом мы были шестиклассниками, ну, семиклассниками, наверное, в тот момент. Эта тема очень круто работала до какого-то момента. И для меня, например, потом, когда я уже в каких-то совместных командах работал, это там, мне было удивительным, как правильно делить задачи, чем стоит меняться, чем не стоит меняться, например. То есть всю эту игру я прошел в достаточно юном бодрости. А однажды, после, по-моему, первого года обучения в этом кружке, мне сказали, что вот есть какой-то лагерь летний. Опять же, как вы понимаете, я был ребенок с историческим уклоном, мне сказали, надо ехать в какой-то летний лагерь в каких-то Кировских лесах или Кировской области, река Вятка, там, чего-то, европейская часть России. Я слышал, что там была система ГУЛАГ. Я себе так представлял, что где-то на базе какого-то ГУЛАГовского лагеря будут детей запирать и учить их математике. Это было весной 2000 года. Ну, я подумал, я сказал, что не очень хочу, я ответил маме, она сказала, ну, ты все-таки подумай. И где-то через три месяца я оказался уже в поезде, который стремительно мчал меня в этот Кировский лагерь. Что там происходило на самом деле? То есть на самом деле там было очень много всего крутого. Это был вообще первый мой лагерь выше уровня школьного. Ну, в смысле, в школе вы там ходите, кушаете, ходите в цирк. Какие были в Омске школьные лагеря вот такие вот. А там было все очень круто. То есть я, например, там посмотрел «Звездные войны» с маленького телевизора. У нас там был киноклуб. Я впервые увидел «Звездные войны». Вот там был четвертый эпизод или пятый. А я там, так это был год безумной популярности тату. Наверное, вы про них особо не помните или не знаете. Недавно одна из них, по-моему, левая, она вот депутатом «Единой России» решила стать. Вот тогда они были абсолютно прогрессивные в тот период. И все по ним фанатели, и даже мальчики, считаю, переодевались в женское платье, изображая их в каких-то сценках, что, я думаю, в теперешние времена, наверное, было совсем недопустимо. Там было очень много комаров. Мы запирались в таких маленьких душных деревянных домиках. Это чем-то напоминало, конечно, эра ГУЛАГ, но в хорошую степь. И такие интересные дяди с длинными бородами и такими большими длинными волосами, похожие в каком-то смысле. Вот у меня в голове, я себе представил, так и Иисуса с иконы. Вот они вот так примерно выглядели. Мы запирались в таких комнатах, включали фумигатор, потому что от комаров не было код спасения, и решали задачки по теории графов, комбинаторики, в принципе, удерегли еще каким-то таким штуковином, части из которых я не помню. Причем настолько не помню, что какие-то вещи, мне кажется, сложными даже теперь, когда я просматриваю какие-то задания. То есть мне кажется, я какие-то задачки не могу решить до сих пор. Соответственно, в конце, что тоже интересно, нам раздали дискеты с задачками. Я там заплатил за них целых 5 рублей. Привез эту дискету, пришел к маме на работу, решил ее, значит, открыть. Но она не открывается. Прошел к другу еще какому-то, у которого стояла альтернативная операционная система. Тоже не открывается. Спустя 6 лет уже у брата-программиста я узнал, что дискета была записана под систему Unix, причем какой-то особенной версии системы, в особенном специальном текстовом редакторе. Вот в таком виде все это раздали детям. Причем там были какие-то спецсимволы, частично все это можно было открыть. А потом оказалось, что эта спецсимвол называлась тех. То есть нам, короче, раздали дискету с сорцами заданий, набранными в техе. В общем, еще с непонятными расширениями и непонятными сканами этих заданий. В общем, таким образом, мне пришлось пройти какой-то путь и первое знакомство с Unix, в том числе благодаря вот этому лагерю. Пусть спустя какое-то время. Соответственно, после этого стало понятно, что судьба моя уже решилась, предопределена, и надо уже куда-то двигаться дальше. У меня в тот момент был выбор перейти в какую-нибудь матшколу. И, собственно, выбор был небольшой. На тот момент там была 64-я школа. И была 88-я школа, которая была намного ко мне ближе. Там был один мат-класс, который держался на втором... Я вообще не знаю, как сейчас это все дело обстоит в Омске. Тогда был такой очень крутой учитель. Учительница. Это была Веприк. Валентина Константиновна, по-моему, имя, отчество. И там прям было все очень круто. Очень мощный мат-класс. Очень много поколений мат-классов, которые она тоже выпустила. И 64-й. Мне показалось, что положение 64-й поустойчивее. То есть там было больше университетских преподов, информатика. Мне говорили, что там есть некий крутой кукин, который читает какие-то дико крутые лекции. Мои товарищи какие-то постарше, которые учились на проле старше. Вроде как Штерн, которого я тоже знал, что он тоже крутой. Но ездить нужно было опять же через весь город. Но так как я уже ездил туда, в воскресную школу, подумал, а ладно, буду ездить 5 или 6 дней в неделю. Из обычной школы пора было уже эвакуироваться. Потому что там пошли первые звоночки. На проле старше уже были попытки торговать наркотой. Некоторых семиклассников уже трясли на мелочь. Интересный был эпизод, что я так вот для себя решил, что пора переходить в другую школу, когда парочка моих одноклассников пришли просто пьяными и уснули на последних партах. И я вот сейчас думаю, не был ли я слишком предвзят к своей школе, в которой я учился. Потому что вот один из этих одноклассников, который уснул на последней парте пьяный, его даже учителя забили, даже не выгоняли, он просто отоспался. Напоминаю, нам было по 13 лет. Вот он мне недавно написал, он работает в Гугле тестировщиком, не тестировщиком, начальником группы тестировщиков. В Гугле живет в Калифорнии. И такой, мы с ним пообщались на тему, как его жизнь сложилась, как у него там все происходило. Вот я такой думаю, ну может быть и стоило с ним тогда остаться после школы. Может быть мы бы открыли для себя что-то интересное, разумное, вечное. Может не стоило быть таким снобом. В общем, ребята, не будьте снобами. Никто не знает, какие дороги правильные. Вот такой неожиданный на самом деле вывод. И что является конечным счастьем. Возможно, в молодости надо поэкспериментировать, попробовать все. Ничему не призываю, да, запрещенному в РФ. Вот я имею в виду там, да, например, поощрение кинотеатров, музеев и там еще чего-нибудь такого. Соответственно, в 64-й школе мне очень повезло. Я достал ровно один год крутой 64-й школы до того, как там упразднили мат-классы, я бы сказал, полностью. Все туда перешло, а через год там все закончилось. Ну, учителя остались во многом, но вся вот эта методика закончилась. И я захватил один год клевой информатики. У нас была очень крутая женщина-преподаватель. Я не помню имя-отчество, к сожалению. Вот просто стерлась из памяти. Я не смог найти вот перед этим выступлением, чтобы вспомнить. Но я точно помню, что она была очень крутая. Она была очень увлечена этой информатикой. Она была увлечена тем, чтобы нас научить этому всему. И мы реально писали на Паскале. Вот когда я пришел на первый курс универа, у нас еще был Паскаль там. И мне совершенно было не страшно открыть экран с Паскалем, потому что я до этого его открывал уже много раз. И там знал какие-то операторы, мог написать какой-то программный код. В отличие от многих моих однокурсников, у которых такого опыта не было. И я думаю, это тоже очень сильно повлияло на то, что я почувствовал себя программистом, скажем так, более уверенно, чем, опять же, некоторые мои однокурсники. Им пришлось предъявлять больше сопротивления. Соответственно, через год-то все закончилось. Количество пар информатики схлопнулось. К сожалению, преподы мужчин, которые у нас были в 64-м, они не были сконцентрированы на том, чтобы нас чему-то научить. В частности, мы в итоге играли в Старкрафт или сидели в интернете. Это была известная тема. Я помню, что после уроков мы мыли пол в кабинете информатики, и за это могли 40 минут поиграть в Старкрафт. И опять же, я в какой-то период жизни мне хотелось это осудить. Я такой, вот, типа, что за булщит? Нас должны были учить, натаскивать, делать крутыми. Но мы сами могли себя, в принципе, дома делать крутыми, если нам это нравится. У нас же был пробник в восьмом классе. Другая мысль в том, что с людьми, с которыми я играл в Старкрафт после уроков, с некоторыми мы до сих пор еще дружим, и играем в этот самый Старкрафт по сети спустя много времени. Кто-то из них работает в фан-компаниях. То есть, на самом деле, вот это вот братство Старкрафта оказалось в каком-то смысле... Возможно, мы получили больше пользы, играя в Старкрафт, командно убирая кабинет. Вот эта трудотерапия на втором или третьем этаже, где это было, вот она оказалась нам даже полезнее в жизни, чем если бы мы там учили лишние пару пар С++ или Flash или что-нибудь такое. Вот я, в общем, не знаю даже на самом деле. А потом я больше не ездил в Кировскую школу. Это было достаточно далеко. Да и, ну, короче, как-то схлопнулась эта вся история. И я обратил внимание на крутые школы внутри Омска. Я, кстати, хочу отметить. Я вот там смотрел в Питере специально, смотрел в Москве, и многие там приехавшие преподаватели, которые приехали в Москву и Питер, могут вам сказать, нигде нет такого биоразнообразия научных школ. Я думаю, многие из вас слышали там Оно, Поиск, Шмидт, ЛГМШ, там еще есть, я знаю, новые какие-то школы появляются. Такого ландшафта вот этих летних выездных школ, их нигде нет. Поэтому люди из многих, вот на протяжении там моего наблюдения за этой историей, люди из соседних регионов привозили своих детей, бывшие амичи привозят там своих детей в эти лагеря, приезжают сюда работать, выпускники какие-то приезжают провести какую-то, вот я знаю, какие-то выпускники при 117 привозили, проводили летнюю школу Сигму на протяжении нескольких лет, может, даже она только вот в пандемию прервалась. То есть вот эта вот культура, она очень мощная, и ничего сопоставимого, например, там в Петербурге и Москве, я не вижу, даже в Новосибирске, да, какие-то выездные школы есть, да, что-то происходит, но вот такого мощного вовлечения, такого мощного охвата, и даже, может быть, взаимодействия с властями на местном уровне, его нет нигде. У этого есть свои истоки и причины, я об этом сейчас не буду особо рассуждать, я скажу, как это выглядело. И это тоже повлияло на мою жизнь, например, эта фотография с летнего занятия, вот эта спина Мячина, на самом деле, Мячина вы, наверное, знаете, ну, то есть он же известный человек очень, вот, человек, который вот, как он на Людом Дарп, я не знаю, сейчас проходят они или нет, но вот они много лет проходили, возможно, сейчас тоже проходят. Короче, он дико крутой чувак, и вот здесь на фотографии он студент 3-го или 4-го курса, я тут где-то слева под деревом сижу, и в Мудоле «Березка» или как там это называлось, он нам рассказывает летом про комплексные числа. Потом я провел с ним еще несколько душеспасительных бесед, и вот принял решение идти на математический факультет, собственно, во многом благодаря вот этому чуваку, потому что он, во-первых, объяснил, что там примерно проходит, то есть коротко пробежался по программе, рассказал, кем работают математики, и я больше, кроме как от него, не слышал о том, что я думал, математики, и они идут потом в школу преподавать. Я подумал, ну нафига мне идти в школу преподавать, это какая-то фигня непонятная, я что, типа учитель, что ли? Я сейчас, опять же, никого не хочу обидеть, я говорю о мыслях 16-летнего парня, то есть он такой, типа, преподавать, кому это надо? А он объяснил, что там можно идти работать программистом, можно идти работать аналитиком, при том, что такая сфера была не очень развита, можно идти работать в какие-то структуры типа банков, и он приводил какие-то примеры своих знакомых, это было вообще дико полезно. И при этом он вдохновлял тем, что он там не, типа, не сухарь математик, а, типа, он и занимается КВНом, и слушает какую-то странную немецкую музыку а-ля Крафтферг, до сих пор помню название, показывает какие-то странные видеоэксперименты, и при этом искренне совмещает это с любовью к математике, то есть он прям сочился какой-то любовью, когда об этом всем рассказывал. Я не думаю, что он был здесь как-то неискренен. И вот это все повлияло на становление какого-то образа нормального математика, там, айтишника и так далее в моей голове. Соответственно, я собрался в университет, и я собрался в МГУ во многом, то есть я думал, ну, думаю, поехать в Москву или в Новосиб, но бюджета особо на это не было, и поэтому я остался в Омске, и это было просто, понятно, в МГУ я один раз уже заходил, на какой-то КВН мне показалось там очень весело, и я себе представлял, что жизнь будет примерно такой, то есть мы будем ходить по какому-то кампусу, студенты, студентки, мы будем, значит, вот так держать учебники, да, под локоток, мы будем сеять на траве, обсуждать новые математические теории, у нас будет 7 курсов топологии на выбор, будем программировать на модных языках программирование. Потом пришла минутка, конечно, реальности, то есть что на самом деле? Крыльцо первого корпуса университета, абсолютно разваленное, ушатанное. Какой-то усатый дядька, который нас встречает, и я вообще не понял, что это за человек, почему он так странно разговаривает. Для тех, кто не знает, я заметил на каких-то последних видео, это многолетний декан Матфака, Николаев, он на самом деле потом оказался дико крутой, мы очень много потом взаимодействовали, вначале он меня реально напугал, напугал своей какой-то странной иронии, которую я не понимал, своим странным юмором, и вообще обещаниями тому, что там половина из нас не закончит, там, в общем, он нас пугал. Пугал очень сильно, мне кажется, причем очень странно, что он пугал нас, когда мы уже поступили, а не на каком-то предварительном собрании. Я правда не понимаю, зачем. Он надеялся, что мы заберем документы, что идем в армию, я не знаю, какой был в этом шанс. Были очень криповые мероприятия из подручных средств, когда мы наряжались какие-то простыни, что-то где-то вырезали. Это, с одной стороны, было очень весело, но полностью не совпадало с моей какой-то картинкой о том, как выглядит университет. Мы программировали на странных языках, программировали в странных, простите заговорочку, средах разработки, и занимались какой-то очень странной математикой, которая, как мне казалось, не имеет никакого отношения вообще к происходящему в реальном мире. Но постепенно пришло какое-то понимание, что ушел, знаете, вот этот снобизм раннего студента, типа, университет должен мне дать знания, с которыми меня оторвут на рынке труда. Вот эти, когда вещи ушли, стало намного проще жить. И они ушли где-то к курсу к третьему. И, во-первых, я оглянулся, увидел, какая на самом деле классная питательность введения и питательный бульон. То есть все происходящее, матфак, это вот некая тарелочка, некая экосистема, внутри которой можно развиваться. Неважно, насколько обшарпанные стены. Я помню, к нам, когда приехал какой-то иностранный спикер, которого мы уже позже привезли на Дефест, он приехал из Румынии, он уже жил там в Германии, Ден Ромеску, по-моему, он проходил, он прошелся по университету, говорит, слушай, я все понимаю. У меня такой же в Румынии был развальный университет. Это не помешало нам вырастить крутых специалистов. Стены в университете — это забота государства, это вопросы к государству. Но преподаватели у меня были такие же классные, видимо, как у вас, и студенты были такие же классные. И неважно уже, как хорошо покрашены стены. Хорошо, когда они покрашены, плохо, когда не покрашены, но это не самое важное. И он тоже мне поделился такой достаточно хорошей взрослой мудростью и своим отношением к происходящему. Меня перестало это как-то мучить. Я посмотрел на своих прекрасных однокурсников, я осознал их прекрасность. Со многими из них потом мы в разной степени взаимодействовали. Я более того, если вы еще учитесь, если вы еще студенты, я хочу сказать, что обратите внимание с выходнокурсников, если вы ходите в какие-то там кружки аспирантуры, магистратуры и так далее, это очень классные люди, они вас окружают. Я вот, например, в этом питательном бульоне нашел все подряд. И нашел и друзей, и жену, и, короче, и врагов на всю жизнь. Это просто классно. Где бы я еще таких людей нашел? Ну, то есть, ну, наверное, в каком-нибудь другом месте, да, если бы я находился. Но я нашел их именно тут. Поэтому я очень нежные чувства теперь испытываю к матфаку. Дальше была некоторая развилка. Кем быть? То есть, курс четвертым я подходил такой. Надо быть преподом. Помните мои кривляния еще 4 года назад до этого о том, что фу, учитель, типа, непонятно, что это вообще, учитель в школе. Быть ученым, может быть. Коля тоже говорил о выборе, который перед ним встал несколько ранее. Вот, грубо говоря, перед ним этот выбор стал в году в седьмом. И быть ученым не казалось уже столь плохим и бесперспективным. Уже нефтедоллар, какие-то полились, какие-то гранты первые. Ну, в общем, наука выглядела чуть более денежной и не настолько, скажем так, бесперспективной даже в плане построения какой-то карьеры. Ну, если оценивать это трезво. То есть, кажется, какие-то зарплаты там уже появились. Но, возможно, это было наивное детское впечатление. Или программистам. А программисты в тот момент вообще не очень много зарабатывали. То есть, грубо говоря, заработки были сопоставимы с заработком в какой-нибудь другой сфере, например, в банковской сфере, кредитным специалистам или еще где-нибудь, или юристам, может быть. Ну, то есть, этот рынок был еще не таким. Туда не так перекачивали западные... Ну, не так было выровнено западными зарплатами, как теперь. То есть, он был все-таки более местный, локальный, российский даже во многом, насколько я понимаю теперь. И работать удаленно тоже было практически невозможно. Соответственно, сначала попробовал кого-то поучить. Ну, во-первых, кого было учить? Кого я мог бы учить? Я мог бы учить кого-то младше себя. Ну, вряд ли кого-то старше. Детей. Можно было учить каких-то детей. Вот. Студентов я не мог учить. Я еще был сам студент. А чему я мог учить? То к тому, что знал сам. Математики. Какой? Ну, то есть, тригонометрию я знал плохо, поэтому учил их олимпиадной математике, которую я знал, ну, вроде как, хорошо. Круг замкнулся, и я вернулся в 64-й лицей, в котором когда-то сам ходил в воскресную школу, потом учился. И я вернулся в свой кабинет, в котором нашли уроки математики. Те, Александр Углерш, она мне во многом помогла, скажем так, прописаться в этом кабинете. Я был один из немногих, кто воспользовался новыми и свежими партами, на которые мы все несколько лет сдавали деньги. Очень активно в фонд класс или фонд школы. Вот. И я учил детей тоже в основном из 64-й школы. Ну, немножко было из соседних школ. Было достаточно весело. Очень классные были ребята. Это продолжалось где-то 4 года. И многие из них уже сейчас, не благодаря мне, а просто вот так, я наблюдаю, уже стали молодыми, крутыми специалистами. Многие из них, кстати, почему-то по machine learning, data science работают. Кто-то из них работает в Intel, кто-то работает в Samsung, кто-то работает в Google, кто-то работает в Яндекс. Короче, ребята не пропали, на мой взгляд. Я радуюсь за них через Инстаграм, утираю скупую слезу. Иногда они даже меня вспоминают, кидают какие-то фоточки. В общем, очень приятно. Очень приятный опыт. Потом я попреподавал немножко и решил попробовать себя в науке. Пошел в аспирантуру замечательную матфаковскую. К ней я питаю очень специфические чувства, и я ими тоже сейчас поделюсь. Я попал в заочную форму в тот момент. И аспирантура шла даже достаточно успешно в плане какой-то работы, конференции. То есть я начал ездить на какие-то конфы, добираться на перекладных, помню, с какой-то конфы. У меня не было денег, бюджета мне никто никого не дал. Я поехал в Екатеринбург на поезде, доехал на базы на попутки, она происходила на базе. Из базы тоже уезжал на попутки, потому что мне нужно было на следующий день на работу. То есть я не каким-то централизованным способом, меня подвез какой-то мужик, который вез лес. Я помню, что и такие были эпизоды, когда ты очень хочешь выступить на научной конференции. Вот даже такие моменты были интересные. Где-то я ездил в сидячих вагонах, в электричках, в Новосибирск и так далее. В общем, для того, чтобы выступить, в частности, на каких-то конференциях. Темы, которыми я занимался, были криповые достаточно. В тот момент они казались очень странными. И в том числе моей кафедре, которая хотела, чтобы я занимался каким-то расписанием станков или еще чем-то таким, что мне тогда казалось ну просто какой-то лажей, очень устаревшей. Мне кажется, и в 70-е этим занимались. Зачем этим заниматься в 2010 году, условно говоря? И я скажу честно, я сейчас до сих пор не поменял своего мнения. Опять же, не хочу никого обесценить. Просто странно, что до сих пор вот такими штуками занимаются. Странно, что они занимаются другими. Но я посмотрел в сторону... То есть мне очень помогла, опять же, среда, в которой общался. То есть я ходил на семинар, я ходил на конференции, в соседние города ездил, я смотрел, чем там люди занимаются, в том числе. И мне это удавалось выцеплять то там какие-то математические кусочки. Но никакой научной школе примкнуть не удалось. И надо сказать, что в современной науке, если ты не примкнул к никакой научной школе и не встал за каким-то мощным преподом на крыло, ты потерян для науки. У тебя ничего не выйдет, по большому счету. Мне это было не очевидно. Мне это сейчас очевидно, а тогда было не очевидно. Я думал, что можно пробиться самому. И пытался пробиваться. И занимался темами, например, которые сейчас дико популярны. То есть я занимался темами типа level optimization, когда задачами двухуровневого программирования на советском языке, а дальше большими графами, их масштабированием. Это все происходило в 2010-2012 годах. Я был достаточно свеж, то есть у меня было много крутых идей, впитывал знания, но не хватало, конечно, темы все это доводить до ума. Опять же, понятно, потому что никто не мог научить написать правильную статью. В итоге я засыпался на том, что у меня было очень мало опубликованных статей, и выходить на защиту не было смысла. В итоге я благополучно аспирантуру покинул. Я даже не знаю, закончил, я ее не закончил, может у меня карточка до сих пор где-то лежит. Я просто перестал ею заниматься постольку-поскольку. Выхода на защиту не было смысла, и PHD было уже не получить в какие-то ограниченные сроки. Самое смешное, что сейчас в 2020 году меня позвали на несколько российских и зарубежных конференций как по мотивам моих старых статей, которые где-то все-таки вышли спустя какое-то время, так по мотивам моих блокпостов на Medium и так далее, того, что я делаю сейчас в опенсорсных фреймворках, и просто пишу про это посты. Потому что оказалось, что сейчас эта тематика актуальна. Мне, конечно, приятный бальзам на душу, но мне 33 года, я старый человек, мне абсолютно уже неинтересно тратить время на науку. К сожалению, будь я моложе на 10 лет, я бы, наверное, уже попробовал. И очень смешно, что я занимался, видимо, ранним reinforcement learning, но я не знал тогда, как это называется. То есть у меня были такие же постановки, тот же математический аппарат, но, естественно, и на основе какой-то старой-старой книжки. Но там это не называлось reinforcement learning, там это называлось старыми добрыми марковскими цепями, политиками и так далее. И вот само вот этого слова и машинного обучения во всем этом не присутствовало. И тоже достаточно забавно, что эти подходы, они в науке очень-очень много лет уже ворошатся. Я такой, ну, позанимался наукой, такой, ну, надо пойти поработать. Денег-то все равно нету. Стипендию мне не платили, я был на заочке аспирант. В общем, надо, как сказать, кормить хотя бы самого себя уже начать. Попробовал поработать в 2008 году, и здесь будет парочка баек. Я уже скоро буду заканчивать, у меня осталось буквально четыре слайда. Просто предупрежу, вдруг вы думаете, что я хочу вас еще два часа своровать. Смотрите, я хочу рассказать несколько баек и начало своей трудовой карьеры и поделиться несколькими тоже забавными выводами. Значит, в 2008 году я такой думаю, о, ну, кризис же, ну, надо же работать. На это время возможности услышал я на каком-то семинаре. И такой, пора идти работать. Я был на третьем курсе, у меня было не очень много свободного времени, ну, например, не больше, чем там 23 часов в неделю. Это максимум можно было где-то на уровне легкого стажера, да, работать. И я слышал, что есть компания Люксофт, и там пишут на С++ софт для самолетов. Я такой, вау, это слишком круто для меня, если я пойду туда писать софт для самолета. Я ходил в театральную студию, и там в театральной студии был чувак, еще один актер, вот, хороший актер, в отличие от меня, вот, он работал в Люксе, он немножко приоткрыл мне завесу, что там происходит, плюс я пообщался еще с одним чуваком, который работает. И я зашел на сайт Люксофта, мне показалось, там было написано на английском, и я ничего не понял. Я такой, нет, это слишком серьезно. А потом я вспомнил, что один наш преподаватель сказал, вот, ну, для тех, кто не очень в программировании, для них есть 1С. Я часто рассказывал, купаю раньше, но расскажу сейчас. Я такой, вот, это для меня. Я английский не знаю, программировать я не был, не был уверен в своих силах, пойду в 1С. Вопрос в том, что и по 1С джунгских вакансий не было. Я начал искать какую-то версию по обучению. У 1С был такой продукт, версия для обучения программирования. Вот слайд, с ней висит, картинка. Она стоила 300 рублей всего в 2008 году, и я искал, где ее купить. Нашел какую-то контору, которая торговала коробкой. А 1С, это коробка, там книжка, и там был диск. И у меня был дисковод в компьютере. Соответственно, я приехал в эту контору, и товарищ, который там работал директором, завел меня в кабинет, говорит, ты серьезно хочешь взять эту версию и научиться программировать? Я говорю, ну да. А говорю, а как еще? Говорю, ну, типа, я прочитал, что 1С нужно, там нельзя просто скачать студию, начать разрабатывать, там нужно за 50 тысяч купить лицензионный ключ. Тогда ты начнешь что-то разрабатывать. Это учебная версия, это был дешевый способ, собственно, в мир 1С войти что-то попробовать на домашнем компе, если у тебя просто дома нет семьи 1С бухгалтеров. Соответственно, он говорит, хорошо, я дам тебе задачу, если ты ее сделаешь, ну, и пройду, и сможешь это установить себе на комп, я тебя к себе возьму на стажировку. Говорю, идет. И он дал мне месяц, я уехал с этой коробкой домой и поставил, сделал это задание, оно было достаточно нетривиальным, вот, оно касалось там расчета какой-то торговой наценки, помню, как сейчас. Нужно было написать шесть строчек программного кода и сделать какую-то формочку, типа как вот на Борланде или там еще на чем-то делали. И я это сделал, привез, он говорит, хорошо, приходи. Я проработал в этой конторе где-то полгода до того, как прошел кризис неплатежей у бюджетников в 2009 году, потому что эта контора кормляла детские сады, школы и так далее, то есть поставляем 1С расчетную, ко мне зашел директор, говорит, слушай, больше денег нет, как бы работать бесплатно я тебе не могу. И, говорит, на три месяца отправляю в отпуск, если потом будут деньги, я тебя к себе верну. Ну, я ушел и уже пошел искать какую-то другую работу. Например, я попробовался в Люксофт, но я опять же боялся стать C++ программистом и там была вакансия MATLAB-разработчика. MATLAB, это такая штуковина была, типа студия разработки, в которой были операторы для умножения матриц, например, какой-то математический софт. И я пошел на собеседование, тоже скачал какой-то нелицензионный MATLAB, что-то в нем поделал, решил какую-то задачку и пошел на собеседование. Ну, чисто по шару, на шару, да, такой, типа, я смог скачать. Но это как с 1С не прокатило, как бы на меня вот так вот посмотрели, большими удивленными глазами, типа, это все, что вы умеете, это весь ваш опыт, ну, и как бы больше никогда в жизни в Люксофт я на собеседование не приходил. То есть вот этот вот неудачный опыт определенным образом перечеркнул. Ну, а потом туда устроилась моя будущая жена, и я такой подумал, ну, зовем на одной конторе, наверное, работать не стоит. Ну, вот до сих пор так и не работали в одной конторе ни разу. Потом было интересно, у меня был очень интересный опыт увольнения. Я припробовал еще несколько 1С-контор за год, и дальше работал, попал на год почти в компанию FTOO, и это была моя третья или четвертая работа в 1С, она была самая изнурительная на свете. Мне было 21 год, у меня был 22-летний темлиц, курса старше, с матфака, и больше никого я был один и темлиц. И мне показалось, я даже чуть-чуть был скиллом не этого темлида, и я был глупый, я ему часто указывал на его какие-то ошибки. Он был чуть более опытный, чуть менее опытный, я чуть более опытный, но это было очень тупо. Мозгов у меня, конечно, не было никаких. Нам дали какой-то очень, простите за выражение, странный софт, не какой-то основной от правил, какая-то самописная была база данных, конфигурация на 1С, какой-то странной интеграции, очень жесткий KPI. Ну, я не знаю, как сейчас в компании FUTO, тогда были жесточайшие KPI, привязанные к некой сетке роста зарплаты. Помню, как сейчас, типа, надо закрыть 600 миллионов часов в месяц, тогда твоя зарплата вырастет на 2000 рублей. Ну, все игрались в это очень активно, и мой темлиц очень хотел, чтобы ОЗП выросло с 15 до 16 тысяч рублей. Но решил это сделать за мой счет. Вот, очень весело. То есть, все свои косяки он вешал на меня, а я не знал об этом. Я пытался как-то эскалировать, здесь такое выражение, да, в иерархии, эскалировать наверх в обход. И эскалировал это, как оказалось, его другу. Этот друг тоже все эти вещи заворачивал. В общем, оказалось очень забавно. И в какой-то момент я выгорел просто полностью, потом уволилась оттуда пара чуваков, с которыми, единственное, с которыми я прям хорошо дружил, общался, которые меня как-то поддерживали. И я такой, блин, что делать, надо увольняться, а как я могу увольняться? У меня резюме такое, типа, полгода там поработал, три месяца там поработал, я типа, по джун еще, ну реально по уровню. Сейчас я отсюда уйду через год, типа, мне будут говорить, ну в 11 сфере вообще там считалось, что надо по 5 лет на месте на одном работе. Я типа прыгун, а выгорел уже просто вот в немогу. И тут происходит просто чудо чудное. Я прихожу на работу выгоревший и с вечерним забуканным собеседованием в соседнюю контору какую-то. Ну где вроде обещали послабже наседать и при этом заплатить побольше. И тут меня вызывает в этот день директор на разговор, говорит, что он меня увольняет. Почему он так мнется, ему так неловко, как мне показалось. Директор это не темлит, сразу говорю. Он так по-доброму со мной рассказывает, типа, ну вот что-то, как-то ты совсем плохо перфомишь и так далее. Я такой, и тут мне так захотелось остаться в ФТО, вы себе не представляете, ребята, как мне сильно захотелось, ведь меня первый раз в жизни увольняют. Мне почти побежала слеза, но я ее смог втянуть. Вот, я сказал, хорошо, и выцегонил, у него еще пакет книжек по математике. Там оказалось так, что он раздавал книжки по математике, даже в Петербург, очень хорошие книжки с матфака. Вот, это я ушел, в общем, ну, директору ему стало меня жалко, видимо, у меня были такие глаза, как у котенка и Шрека. Вот, я этот пакет книжек отдал, я довольный, ушел с книжками, вечером пошел на Собес и устроился через два дня в контору, которая работала в соседнем здании, там еще очень успешно пару лет проработал. В общем, такая забавная история. Когда стоит, на этой теме посвящен еще один слайд, потому что нигде, кроме в 1С, у меня не было таких вот криповых историй, таких от Сахи, и больше, все остальное в жизни было намного более в трудовой сфере гладко, поэтому я вам эти хочу истории рассказать. Иногда с праздника жизни стоит сбежать, знаете, иногда невесты передумывают у алтаря, иногда разработчик может передумать, даже когда вышел первый или во второй день на работу. У меня, после вот уже работы в ФТО и так далее, я начал искать снова какую-то работу, и было два момента, когда я прям сбежал с работы, подзадержав туда принос какой-то трудовой книжки. В одно место я пришел, это была сеть магазинов «Килограмм», «Будущая пятерочка» или «Бывшая пятерочка», году в 10-м, или в 11-м, я, короче, не помню год уже, знаете. И был прикол, что у них был какой-то цех за кислородным заводом, где-то нужно было ехать в такие щебеня. В общем, я туда приехал, посидел там в подвале, сутки попрограммировал какой-то счетно-контрольное оборудование, ко мне увидел пару пьяных сотрудников, не программистов, и я, короче, не принес на следующий день трудовую, больше не приезжал, не отвечал на звонки. Еще один раз было, когда я приехал работать, один из программистов прошел собеседование на хорошую зарплату, опять же, очень крутую, типа что-то 30 тысяч для 22-летнего в 2011 году это были просто бешеные деньги. Я такой, все, это работа моей мечты, еще и рыбка будет дешевая. Я приехал туда, я собеседовался в головной какой-то конторе в Омске, а потом я приехал на сам завод. И оказалось, что там стоит безумный рыбный запах. Вы себе не представляете, ребята, какой там был рыбный запах. Я приехал вечером, я не мог отмыться, у меня ногти пахли, а я не рыбу разделывал, понимаете? У меня ногти пахли рыбой, у меня волосы пахли рыбой. Девушка сказала, что я пахну рыбой, и мне мать сказала, что я пахну рыбой. Я такой, кажется, туда больше не стоит ехать. И так повезло, что я не привез туда в первый день трудовую, обещал на следующий день. В общем, я позвонил, они меня очень сильно ругались, обещали меня достать. В общем, я даже не знаю, какие-то силовыми методами. Хорошо, что у них еще не было моей прописки, я надеюсь. В общем, так и не устроился работать на рыбный завод один с программистом. Сбежал вовремя. Я не знаю, можно ли сейчас такое мутить, но я уже в паре компаний практиковал цивилизованные методы, когда мы делаем какой-то пробный проект, уже потом в своей жизни, более взрослой, когда я делал какой-то пробный проект или не тестовать здание, когда мы говорим об оплачиваем куски работы, сотрудничаем на нем, а потом, если мы понравились друг другу, мы работаем дальше. С одной стороны, это, конечно, большие риски для тебя, как человека, но на самом деле айтишники люди все-таки востребованы, а шанс наткнуться на какую-то не очень странную работу с очень странными людьми, он все-таки существует. Вы можете просто не сойтись характерами или вашими политическими взглядами, религиозными, еще какими-нибудь, то есть люди какие-то что-то активно демонстрируют, или наоборот как-то негативно против вас могут быть настроены, или вы будете по какой-то причине кому-то негативно настроены. Этот фактор вы сможете узнать только по работе в какое-то время. Поэтому иногда очень полезно делать вот даже такой шаг, но, наверное, когда вы уже более уверенный, опытный специалист. После этого была совершенно крутейшая веха в биографии, я уже практически заканчиваю, пошли слова уже благодарности и приятные воспоминания. Еще один мой однокурсник, Леша Коровянский, который в тот период занялся мобильной разработкой, был один, наверное, из пионеров такого вот всего. Я хочу сказать, очень вот спустя время очень интересная мысль про то, что происходило. GDG Омск, я знаю, сейчас существует и вообще движение GDG широкое в России, по всему миру. Google Developers Groups, многие компании открывают какие-то девелопер-группы по разным направлениям. Ну вот, условно говоря, там 10 уже лет назад это было. Леша сделал, он про это рассказывал пару субботников назад, как у него все это происходило, как это выглядело из меня, да, соответственно. Я пришел на какой-то его ивент, там был мой однокурсник, он рассказывал про какую-то чудесную на самом деле жизнь и я ему очень сильно поверил на самом деле. И многое из того, что он рассказывал, оказалось правдой. Он рассказал, он, знаете, задал какой-то такой хороший, амбициозный тон, которого совершенно не хватало поколению вот ребят 20-25 лет, которые тогда работали, которые не были там уверены в себе разработчиками, IT-директорами или еще кем-то. То есть он показал нам в каком-то смысле, открыл портал в какую-то такую жизнь, в которой есть вот фанк, условно говоря, в которой есть условная Америка, в которой есть иммиграция, в которой есть диалог напрямую с заказчиком во многом. И эти все вещи, они были просто нам неизвестны, от нас скрыты, хотя существовали в мире чуть более взрослых и опытных разработчиков. И я знаю, он сейчас продолжает нести людям добро, я желаю ему тут всяческой удачи на самом деле. Все ребята вот на фотографиях GDG, они добились очень многого в жизни как личности, гармонически развитые личности, у них хорошие софт-скиллы, хард-скиллы. Может быть, они потому и такие, потому что они туда пришли, в смысле, они сразу с ними были и так налепились, как снежный комок. А может, мы как-то взаимодействие их друг у друга прокачивали. Лично вот мне опыт работы в такой группе дал вообще безумный заряд в том плане, что я научился общаться со спонсорами. Это было очень важно, потому что ивенты были бесплатные, надо было ходить, добивать какую-то самую простую спонсорскую помощь. Это очень сложно, когда ты привык к взаимоотношениям такого немножко отношения работодатель, подчиненный. Соответственно, прийти даже к своему работодателю, попросить денег, не себе к зарплате, а вот на какой-то ивент и объяснить ему, зачем это надо. Это достаточно интересный опыт. Это участие в опенсорс-активностях. Я вообще сейчас, сейчас вот я этим зарабатываю на жизнь. А тогда я только это попробовал первый раз. Это начальные навыки управления какими-то проектами, это диалог с иностранцами и, главное, неформальный какой-то диалог, когда мы ничего друг другу не должны или мы хотим объединиться для создания каких-то вещей. Самое главное, что Алексей, он в жизнь воплощал в тот момент очень сильно, знаете, такое понятие есть в кооперативной теории, в вин-вин ситуации, в верхней квадрате, когда все стороны выигрывают. И вот мне тогда казалось, что очень мало людей осознают и понимают этот принцип. Сейчас я вижу его более широкое распространение в IT-среде в том числе, естественно, опенсорс-среда, это во многом такая ситуация. Я вот, например, сейчас, когда ко мне приходят в опенсорс-проекты какие-то люди, я там не просто им кидаю какой-то шматок работы, который там мне нужен. Я, например, пытаюсь найти, что людям, для чего они пришли. Кому-то нужно резюме улучшить, кому-то нужно проект студенческий какой-то сделать, кому-то это чисто по фану, кто-то хочет поковыряться в каком-то низкоуровнем стеке. У всех свои цели. Можно выяснить эти цели и найти вот какую-то точку пересечения. Это, кстати, все еще сопрягается с двухуровневым программированием в каком-то виде, поэтому вообще интересно. И самое главное оказалось, что все это не страшно, все это можно попробовать. И это было, наверное, очень таким вот большим откровением. Мы организовали достаточно большое количество ивентов, но после какого-то момента стало ясно, что у этого есть всего потолок, то есть есть развилка. Профессионально заниматься организацией конференции уже на более профессиональном уровне, терять на это безумное количество сил. В какой-то момент, например, организация конференции начала вредить моей работе. То есть я четко почувствовал, что там мои коллеги, которые не занимаются организацией конференции, они могут получить в какой-то момент чуть более лучший проект. Меня рассматривают на работе как чувака, который такой больше тишей person, но типа мало ли вдруг он куда-то свалит или еще что-то были такие как бы со мной беседы. И я понял, что надо выбирать. И в тот момент я, например, понял, что больше заниматься организацией конференции не хочу, и больше я ее не занимался. То есть дальше я попробовал это, потратил на это какой-то кусок жизни и больше к таким вещам не возвращался. Хотя до сих пор могу выпить кружечку чего-нибудь. С организатором конференции у нас всегда есть какая-то общая боль. Я их очень хорошо понимаю, все эти проблемы, которые у них есть. И познакомился уже с многими другими организаторами из других городов, потому что просто я все это прошел. Еще одна интересная байка про то, как твое резюме на тебя влияет. Я хотел тоже ее рассказать. Был период, когда я хотел как раз собственно засвичиться из 1С. То есть странно, я вам рассказываю про 1С, сейчас я вроде 1С не занимаюсь. Я хотел сменить сферу деятельности, причем на что-то получше. То есть было видно, что 1С на самом деле это очень жесткая система. Там очень жесткое идет общение с заказчиком. Заказчик сам по себе очень жесткий. Это русский заказчик. Он тебя очень много хочет за очень мало денег. Он ничего не знает про процессы. Ему еще никто не объяснил. Объяснять не будет. И это тоже не моя задача условно говоря ему это объяснять. То есть мне нужна какая-то защитная прослойка. И я так понимал, что работая условно говоря в аутсорсе на Запад, я эту защитную прослойку смогу сосредоточиться на программировании, а не сидеть и заниматься прямыми продажами. Потому что знаете, ребят, до чего доходило? У меня была распечатка. В ней были чертежи, простите, скриншоты отчетов 1С. Я должен был приезжая к клиенту показывать, например, какие там, например, у нас отчеты. Вот за 4200 вы сформируете замечательную платежную ведомость. Я понял, что это чуть-чуть не мое. Соответственно, я начал ходить на GDG-ивенты и я понял, что я должен стать Android-разработчиком. Тогда вот Android, был такой определенный хайп на него, он только появился. И Java я уже знал, потому что я делал на ней научную свою разработку, написал на ней, по сути, бэкэнт и десктоп. Поучил Android, стал делать и решил, что надо стать мобильным разработчиком. В Омске на тот момент было очень мало мобильных контор. И вот была какая-то мобильная контора, которая помогала организовать ивенты, где Леша работал. Я пошел туда на Сабиас и один из директоров тоже забраковал мое резюме, сказал, мне передали его слова, он даже не стал со мной встречаться, сказал, что из 1С-ника никогда ничего путного не выйдет. Я такой, где-то я это слышал уже в университете, ну да ладно. Такой, люблю я предвзятость. Соответственно, до этого момента я работал в Тамтеке уже Java Backend разработчиком и вот этот директор, мы уже с ним потом наладили отношения, видимо, он изменил свое мнение, как на кухне, когда никого там не было, он подошел мне сказал, псс, я, короче, ошибался. Вот, ну, мне было приятно, но вот я ему благодарен на самом деле. Тогда я очень расстраивался. Сейчас эта ситуация, она осталась где-то в прошлом, я ему благодарен, я его думаю, он стал бы мобильным разработчиком, жил бы сейчас в Сингапуре, говорил бы на китайском, вот, вообще непонятно, и страдал бы от жира, и сейчас я живу в прохладном Петербурге, ничего такого не происходит. Ну, это я так пошутил, потому что все мои знакомые мобильные разработчики той эпохи, половина из них, по крайней мере, пожила в Сингапуре, вот, или живет там сейчас до сих пор или уехала из той первой GDG-волны, по крайней мере. Вот так что я на самом деле благодарен, что так произошло, я сосредоточился больше на бэкэнде, какой-то научной разработке и не стал мобильным разработчиком, то есть это была правильная какая-то звезда, которая случилась в моей жизни. Ну, и в какой-то момент мы уже закругляемся здесь, произошла прекрасная вещь. Я не помню, опять же, детали, Аня, наверное, рассказывала, как так случилось, что вот мне, например, хотелось какой-то независимости тем за пределами Google Developer Group, меньшей привязки Google, я там начал писать какие-то первые высоконагруженные сервисы на Java, мне хотелось какие-то такие вещи обсуждать, там, код стайлы, система CI и прочие-прочие вещи, которые как бы к Google прямого отношения не имели. Тут казалось, что вот, Аня, Сережа там и так далее делали площадку и я к ней, я не был по сути организатором, я просто присоединился и мне очень во всей этой движухе захотелось очень сильно участвовать. У меня были время и силы на организацию, соответственно, не было никаких финансовых и площадочных ресурсов. Это вот фотография, по-моему, со второго субботника какого-то зимнего в 2012 или 2013 году, на котором я тоже выступал. И, соответственно, какое-то время, там, в первые 20 или 30 субботников я тоже приходил, по-моему, на каждый субботник, я помню, что очень был вот такой эпичный субботник, уличный субботник 2014 года, одно из самых теплых и приятных воспоминаний вообще в жизни, наверное, ever, вот, когда мы сидели и ели шашлычки, вот, заедали их кетчупом, потом сидели три недели долго на лавках, вот, в общем, я предлагаю всем теплая погода, вам там в Омске провести какой-нибудь обязательно теплый летний субботник на улице, хотя, наверное, в точке кипения тоже очень там все классно, прохладно и здорово, вот, я очень жалею, что не могу сейчас к вам там как-то присоединиться, поесть вашу пиццу, замечательную, ну, пойду сейчас куплю себе пирога и съем за ваше здравие. Вот такой у меня, на самом деле, сумбурный, нечеткий рассказ про мои университеты, так сказать, если у вас есть какие-то вопросы или воспоминания, welcome, задайте, я могу с вами еще потрындеть, если мы не сильно двигаем следующего докладчика. Да нет, все нормально, сейчас, можно я чуть-чуть тебя дополню в некоторых местах, потому что ты там говорил, вот там, Аня, наверное, помнит, да, я много чего помню. Да, 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 давай, я не помню. На самом деле, да, про воскресную школу, действительно, значит, там история была какая, сейчас до сих пор олимпиады эти существуют для учеников пятых, седьмых классов, тогда Александр Савельевич Штерн придумал вместе с Кукиным вот эту систему, когда ребята с пятого по седьмой класс, пятый, шестой класс, у них олимпиада была устная, вот, это было важно, потому что они еще тяжело могли писать, с седьмого уже начинались письменные олимпиады, и вот она проводилась зимой и делался набор вот в эту воскресную школу, то есть, соответственно, у пятиклассников было два с половиной года обучения до восьмого класса, шестиклассников, вот Леша, я так поняла, попал как раз в набор, когда в шестом набирали, да, и у них полтора года было, и потом они практически все поступали в шестьдесят четвертую, вот, это был такой, этот самый, и мы с тобой потом выяснили, что я у тебя вроде как занятия не вела, ни разу, но я тебя почему-то помню. Один раз заменяла, ты один раз заменяла. Вот, я помню, что был в нашем, ну, ты в моем кабинете точно был, и какие-то задачки мы с тобой решали. Кстати, что касается книжки, ленинградские математические кружки, там не было решения и ответов практически ни на какие задачи, поэтому оттуда ничего нельзя было взять. Ну, то есть, это... Ладно, детские воспоминания не такие. Да, да, но одна из немногих книг, кстати, в которой не было полных решений, и поэтому вот нам ее выдавали для того, чтобы мы вели занятия, но задачи приходилось решать самим, потом не было ответов. Ну, то есть, возникали иногда даже у преподов разночтения. Вот, потом что-то, что-то еще там у тебя было по поводу... Вот, кстати, ты говоришь, не был соорганизатором, ты был соорганизатором, ты точно провел два субботника в Тамтеке, вот в этом же здании. Мы сейчас... приходили уже на готовенькое, так сказать. Вот. Там приходилось раздвигать столы рабочие, потому что... Ну, да, 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 там была проблема, что в какой-то момент там недолго была площадка такая, на которой было удобно выступать, но она очень быстро заставилась, собственно, столами, и в какой-то момент просто там стало сложно организовать, да. Ну, это... Да, ну, восьмой этаж появился позже, и мы потом уже не проводили, да. Вот. Потом что-то еще там было, ладно, я сейчас забыла, если вспомню, скажу. Ну, в общем, какие-то вещи совпадали с тем, кстати, очень классный был момент, когда действительно оно появилось, и благодаря вот Лёше, опять же, Каравянскому, который начал бегать по всем IT-компаниям и говорить, ребята, нам нужны спонсорские деньги на проведение мероприятий, давайте вы организуйте нам единое окно. Вот. И мы тогда создали ассоциацию... Это было дерзко. Это было дерзко, да. Мы тогда создали ассоциацию IT-компаний и специально скидывались, в общем, на все эти ивенты. У нас там был некий годовой бюджет, она просуществовала года три. И вот на все вот эти мероприятия, субботники, GDG-шные ивенты, там еще на что-то мы скидывались. Там 10 или 12 компаний было. И, соответственно, были деньги. Но я помню, как меня подставили с первым хакатоном, когда мы договорились на бюджет, там что-то 10 тысяч рублей или что-то около того, а потом Лёша по факту приходит и говорит, а на самом деле мы потратили 30. Такие, блин. А этих денег в бюджете не было. И мне пришлось бежать и всех просить ребятам. Ошибок, конечно, неудач тоже было много, потому что мы были очень молодые и неопытные. Я дополню тоже это просто хочу. Я как-то сейчас концентрирую мысль на тему, что Лёша задал хороший вектор именно хорошей дерзости в хорошем смысле слова. Вот там можно жить, условно говоря, и думать, там вот, что ходить там к университетскому декану, да ничего не выйдет, что ходить к директорам, да они меня не послушают, да и так далее. Зачем что-то делать? Скорее всего, не получится. То есть он в каком-то смысле очень хорошо показал, что да, может и не получится. Можно вылезти за бюджет, тебя могут послать. Ну, его, кстати, надо сказать, не редко послали. Помнишь старый анекдот про поручика Ржевского, да, можно же по морде получить, а можно... Да, вот, вот. В общем, это на самом деле, если просто вдруг в аудитории сидят тоже студенты, я просто эту историю во многом рассказал про то, что не надо стесняться ходить, короче, к официальным там дядям и тетям, которые кажутся какими-то очень суровыми, вот. Как минимум, это такой, знаете, как это, организаторский тиндер своего рода. Можно выиграть, да. Да, да, да. Ну вот, кстати, ты правильно говоришь, мы только что 7-8 мая проводили хакатон, который организовывали четыре десятиклассника. И для них это было прямо... О чем можно попросить у компании? Они что, дадут, да? Я говорю, ну, вообще говоря, да, сейчас они скинутся там спонсорские. У нас там бюджет был 50 тысяч в этот раз всего лишь, да? Я говорю, ну, в следующий раз там можно, ну, не знаю, там, да, в принципе, там и 200 можно сделать бюджет. Они, да, серьезно, так можно? Я говорю, ребят, для компаний, если там 10 компаний по 20 тысяч скинутся, это для них невеликие деньги. Они, правда, и что можно будет там вот и давай там сразу мечтать. Ну, то есть для них это правда странно, что можно какие-то нормальные призы сделать, что на это дадут денег. Ну, то есть, вот действительно, это было в 12-м году, там, в 11-м, там, это было как минимум странно, да, что можно спонсировать какие-то мероприятия за счет каких-то компаний. Но это, конечно, все делалось совершенно дико, то есть просто кто-то кому-то давал какую-то наличку, там, учет велся там где-то в какой-то Excel-ке, ну, в общем, было весело, да. Был учет. Ну, конечно, ты что, у нас Google Spreadsheet, в котором все, кто сколько сдал, там, куда потрачено, там, все отчеты, ну, то есть все велось, естественно. Как без этого? Ладно, ребят, давайте вопросы. Вот, Коля. У меня два, один маленький. Какая раса? А, конечно, зерги, блин. Они должны чувакать так, чувак, чувак, чувак. Ну, подожди, эти зерги, что ли? Да, зерги, зерги. Прикольно. А второй, что-то не упомянул епам, вот вроде... А, да нет, я знаю, Коля, я решил просто, я подумал, что про такую более, скажем так, сознательную жизнь, где я совершал чуть меньше коренных ошибок, я просто решил не рассказывать, не раздувать как-то скоуп, ну, просто это, не легло в рассказ. Я решил отсечь где-то по 23, что ли, годам. Ну, ты хоть в двух словах скажи, что с тобой сейчас происходит, просто, чтобы люди понимали. Вот этот отрезок за минутку. Какой-то чел, блин, пришел, рассказывает им про свое детство, да. Так, я потом работал в епам тренером по джава, до этого между тамтеком и епам. Подожди, а в чем состояла работа? То есть, это как бизнес-тренера? Типа джава. Вот, Spring, Spring, Habernate, Databases, короче, всякие разные, какие-то новые фреймворки, интеграции, там, с каким-нибудь React'ом и так далее. Ну, то есть, много всего такого. Ну, потом пошли запросы на более сложные тренинги, то есть, concurrency, а потом в какой-то момент я попал в Big Data Pool, делал тренинги по Spark'у, в Pre-sale попал по Spark'у, и мы делали много маленьких проектов, связанных с выкаткой каких-то. То есть, я, с одной стороны, ходил в Pre-sale, и мы продавали людям архитектуры, а с другой стороны, рассказывал, это следующей группе Big Data разработчиков свитчеров из Java Backend в Spark, соответственно. Ну, и вот несколько лет я на этом занимался. Потом я попал в контору Grid Gain, которая делала Apache Ignite и Grid Gain, ну, это такая in-memory датабаза на Java. А потом, соответственно, я попал в JetBrains, и тут я занимаюсь, я продолжаю, то есть, я и в Grid Gain занимался open source, по сути, и здесь я тоже продолжаю делать open source, грубо говоря, не Machine Learning и Deep Learning на GVM-платформу. То есть, сейчас я делаю фреймворк а-ля Keras на Kotlin, который работает поверх TensorFlow. Ну, поверх, думаю, будет работа на X, PyTorch и прочих рантаймов, которые доступны. Вот. Но оно как-то так. Постепенно я свинтил в open source за деньги. Вот так. Я помню, как мы с тобой в 2017 году в Питере разговаривали, ты еще в EPUM работал, и я тебя спросила, что ты в JetBrains не идешь? Ты сказал, да там что-то неинтересно, там интересная работа занимается 5% чуваков, ну вот, видимо, ты нашел ту самую интересную работу. А там сделали просто отдел, да, в какой-то момент Kotlin так разросся, что было принято решение делать Kotlin for Data Science, выделили отдел, как бы выделили ребят, и вот как он примерно появился, я к нему достаточно быстро присоединился. А до этого, да, ну, грубо говоря, мне там компиляторы и студии были не очень интересны, хотя вот сейчас я уже так не могу сказать, поваришься, немножечко пообщаешься с людьми, они умеют заражать. У нас есть 20% проект, и я вот думаю, а не пойти ли в какую-нибудь идею покоммитить на 20% проект? Почему бы нет? Тоже свинг-приложение, в конце концов. Почему бы нет? Да, кстати, я вспомнила, что тебе хотела откомментировать. Людом Дарьи, конечно, проводятся. Правда, там Мячин, по-моему, сейчас уже активно не участвует, да, но они, тем не менее, есть, и движение существует, все происходит. Да, для меня Мячин это просто вот в какой-то момент конкретно в моей судьбе это переломная фигура именно взаимодействия с человеком, когда у него вообще не было таких длинных роскошных волос, да. Я застал. Да, надо его как-нибудь тоже позвать, и у него есть, ну, тоже как бы вот с таким ретроспективным докладом, потому что Серега это тоже такая очень знаковая личность для омского IT, и имеет смысл тоже его послушать, что он... и про лагеря тоже, да, на самом деле, вот, ты не стал про это говорить, но тоже в двух словах скажу, на самом деле, вот эта вот математическая школа, которая существует в Омске, она наследница питерской школы Калмогорова через Новосибирск, то есть у нас в этом плане достаточно уникальная вот эта, как сказать, ну, вот да, математическая школа и вот этот подход к тому, что должны быть физмат-школы, должны быть вот эти выездные в режиме интерната вещи, и то многообразие, которое есть, действительно, оно уникальное в каком-то смысле, и если у вас там есть дети или вот они близки к тому возрасту, когда туда пора выезжать, нужно их выпихивать туда всеми способами во все эти выездные вещи, потому что там сочетается удивительным образом наука, творчество, там прекрасные люди собираются, интеллектуальные игры, в общем, ну, там никто не будет, ну, может быть, кто-то будет там курить за сараем, но это скорее редкость исключения из правил, чем наоборот. То есть больше все-таки будут заниматься правильными вещами, но опять же, не будем с новыми, мало ли кто курил за сараем. Именно, именно, я про то же могу сказать, что может быть, человек по делу курит за сараем, может быть, он надо по логе и думает, и надо пойти с ним и пообщаться. Так что, на самом деле, да, не будем с новыми. Вот я, да, хотел сказать, что очень питательная среда, извините, я сейчас, наверное, кого-то перебил, я просто добавить буквально ремарку, это безумная экосистема просто, я просто почти, ну, я заездом побыл почти во всех лагерях, и они, конечно, чем-то отличаются и так далее. Самое главное, это просто, там, на контрасте со школой обычной, в которой учился, или, там, с моими дворовыми ребятами, это просто настолько другая экосистема, другая планета, и вот в нее так ты окунулся и вышел из нее просто совершенно, там, обновленный, с какой-то верой в людей в том числе, верой в то, что, ну, много хороших, умных, прекрасных людей, разносторонних тебя окружают, и позволяет иметь какие-то даже связи с людьми, которые не ограничены, там, только математикой, да, и, условно говоря, программированием, вот, ну, в моей, в частности, жизни, я думаю, многих, кто ездил в такие лагеря, это тоже. Извините, вот кто-то следующий, по-моему, что-то спрашивает. Да, там, есть? Да. Леша, скажем так, ты уже довольно долгий период прожил в Питере, и вот хотелось бы тебе задать такой вопрос. Слышал ли ты что-нибудь про фразу, то, что Омск — это маленький Питер? Вот. Нет. Я не очень много общаюсь, я просто не знаю, в какой среде она, я, знаете, если так разбираться в дискурс истории, Новосибирск — это маленький Питер, потому что туда уехало во время войны 200 тысяч ленинградцев, и многие из них не вернулись, а вот что Омск, маленький Питер, абсолютно противоположные города и по Духу, и по Нашей. Я, кстати, наоборот, слышал, что Новосибирск — это маленькая Москва, а Омск — это маленький Питер. Нет, Новосибирск, ой, в Омск тоже во время войны и в эвакуацию очень много заводов же из Питера именно переехало. Ну, я вот с этой историей не сталкивался, я сталкивался, что, ну, по крайней мере, в физмат-среде, видимо, так они там и оказались в войну, и, видимо, эти традиции, о которых Таня упомянула, они как-то так вот это. Но там еще потом, когда вот, в общем, ехали и делали вот эту Новосибирский академгородок, там тоже ученики Калмагоровской школы туда поехали. Вы, кстати, одно время вообще планировали в Омске? Да, было такое. Потом решили, что-то нефтезавод перспективнее. Ну, скажем так, это где-то слухи, где-то правда, там сейчас надо копаться прямо в этой истории. Скажем так, не найдешь истины. А я и такой вопрос, ты ничего не рассказал про IT-комьюнити Петербурга? Мне кажется, это просто out of scope, условно говоря, да зачем это сюда? Ну, то есть я не рассказывал про свою жизнь в Петербурге и так далее. Я хотел про что-то релевантное своим молодым годам, условно говоря, в Омске, когда я во всем этом активно вращался. Мне показалось, что другие вещи просто будут мне очень интересны. Про IT-комьюнити надо сказать следующее. Если вам чего-то хочется, берите и делайте. Потому что все, ну, как любой IT-комьюнити создается какими-то людьми. Вот Леша прекрасно показал пример, как ребята-студенты собрались и сделали GDG, да? Я тоже общался с, скажем так, создателями GDG Moscow. Был период времени, когда жил в Москве. Но про петербургское, скажем так, не слышал. Единственное, что у меня был знакомый, который тоже прожил год в Петербурге, и он такой рассказал, что в Петербурге там более такой, как бы, спокойный тренд разработки в компании, что, ну, там, про ФК пить дедуайн это не так страшно, скажем так. Конечно, вышел на Рубинштейна и запил этот дизлайн. Да, я что могу сказать? Это, наверное, касается каких-то особенностей психологии. Я тут общих выводов делать не буду. Если говорить про комьюнити, буквально пару слов. Я еще, когда приехал, обратил внимание именно на большой ландшафт и большой, скажем так, стол. То есть там нет чего-то единого, то есть были попытки делать именно единые слеты, но чаще всего это было в какой форме? Снималось огромное помещение, и там были островки разных IT-комьюнити. Условно говоря, Лисперы тусуются отдельно, аджальщики-то отдельно, QA отдельно и так далее. То есть, конечно, ты можешь туда и туда зайти, но в смысле, что народу настолько больше, что здесь идет уже сегментация. Или там, условно говоря, в Омске, я знаю, есть вот там Data Science завтраки, в Питере есть тоже Data Science завтраки. И люди с Data Science завтраков не ходят в комьюнити Лисперов. То есть нет каких-то вот таких такого теплого, чтобы вы собрались, там, представители разных, скажем так, как идти общин в одном помещении и что-то общее обсуждать. Такого здесь нет. Здесь вот оно более узкое, наверное, профессиональное. Я думаю, в Москве еще в большей степени такая же ситуация. Просто потому, что, грубо говоря, и от района города зависит. Город большой, и, грубо говоря, там кто-то только на севере готов собираться, кто-то еще что-то. И все метапы, они такие более локальные. Чаще спонсируются конкретные компании, такого, чтобы 10 компаний скинулись и что-то делали вместе. Это редкий пример к сотрудничеству. Он чаще всего какой-то одна ведущая приглашает гостей. Вот такое может быть. Поэтому, опять же, вот в этом смысле Омск находится, наверное, я думаю, и сейчас тоже. Вы все здесь собрались. Это хороший пример того, что это такое разумное равновесие между отсутствием IT-комьюнити и его слишком большой сегментацией, где ты два раза с одним человеком не встречаешься. И то же самое с размером конференции. Конференция на 2000 человек, конференция на 100 человек. Это две разных конференции. У них разная атмосфера. И компании, да? Компания, в которой 2000 человек работает и ты со всеми за руку здороваться не будешь. Или компания, в которой 40 человек работает. Здесь просто разный, наверное, тип взаимоотношений и отношений. И да, мне иногда не хватает теплого, лампового омского IT-комьюнити, если вы об этом. Оно теплое и ламповое. Ну ты приезжай в гости-то. Как только, так сразу. Спасибо. Так, еще. Есть? Комментарии, вопросы? С Лешей в кулуарах не удастся поговорить, поэтому придется... Кулуары прямо здесь начались, видимо. Да-да-да. В слух вопросы задавать. Что, нету? Ну ладно, тогда давайте поблагодарим Алексея. Всем спасибо. Так, Сабина, у нас что там, есть что? Да. А, отлично. У нас... Субтитры создавал DimaTorzok